Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и сегодня мы с вами обсудим Лайт ВИАЙСИ, ну или ВИЦ, как или ВИК, ну каждый называет как хочет, называют его ребятки по-разному, короче говоря, заценим Лайт. Это действительно очень большой Лайт, это второй уровень коллекционный танк Британии, машинка прикольная, конечно, но ребят, это такой песок глубокий, ну прям совсем-совсем кошмарный песочек, глубже только первый уровень. Но, ребят, и эти танки тоже есть у нас в игре, есть ребята-коллекционеры, которые любят собирать такие машинки, вот просто ради прикола, чтобы в ангаре стояло, ну и может быть как-то вырваться, немножечко пофаниться где-нибудь в совсем глубокой песочнице против шкалоты, которая только учится играть, ну и вы там такой козырный, с несколькими годами опыта, зарываетесь, ну и начинаете там всех нагибать, обижать и всем раздавать. Все, что можно только выдать им бесплатно. Итак, ребят, почему обсуждаем? Дело в том, что сейчас в прем-магазине, я, к сожалению, показать не могу, играю на платформе Wargaming Game Center, и здесь у меня только предложения, те, которые за голду. Короче говоря, на телефоне у меня высветилось предложение, в котором есть в наборе за 2.99 доллара, ну будем говорить за 3 бакса, две машинки, вот этот вот прикольный малыш и тетрад. Что еще шло в наборе? В наборе 7 дней прем-аккаунта, в принципе, довольно неплохой бонусик к 2 машинкам 2 уровня, ну и тем более за 3 тысячи, ой, господи, за 3 голды. Ну а в переводе по моей математике это 3 тысячи золота, если грамотно донатить и использовать вкусные предложения, которые периодически разработчики вам предлагают, либо индивидуально, либо даже элементарно в том же магазине, периодически что-то вкусное проскакивает. Возвращаемся к набору. Помимо Лайта, помимо Тетрарха, помимо 7 дней прем-аккаунта, 2 легендарных камуфляжа и открытые все слоты оборудования. Но, честно говоря, на 2 уровень открытые слоты оборудования, там они настолько копеечные, что даже если бы их не дали, то вы бы и не заметили, как потратили свое серебро на то, чтобы открыть их. Теперь давайте обсудим машинку. Броню обсуждать особо не будем, мы просто вот так вот зайдем, посмотрим по бронированию. Башня 14, корпус 14, лоб, борт 14, корма 11. Ну, короче, цифры, второй уровень, разговаривать особо не о чем. Пушечка здесь прикольная. Здесь стоит пушечка на снарядах в магазине, значит, выстрелов в магазине 4, по 2 снаряда в выстреле. Вот такой прикольный магазинчик. Время перезарядки неполных 8 секунд, как бы не совсем комфортно. Бешеный ДПМ в 687 единиц, время сведения бомбическое, а вот разброс ужасный, честно говоря. И, что касается углов склонения, я не знаю, собираетесь ли вы на лайте играть с углами склонения в минус 10, отыгрывать круто от башни, где-нибудь там танковать. Но, короче говоря, вот чем наделили, тем наделили. Итак, ребята, погнали в бой, посмотрим, что это за кнопка такая себе маленькая. Ну и посмотрим, насколько он фановый, насколько он прикольный. Я, честно говоря, вот был очень сильно удивлен, какого шухера навел Кени на своем третьем уровне, когда он появился. Ну и, соответственно, мне всегда интересно машинки, которые вот выпадают на продажу. Они способны вообще нанести вот такой бешеный урон какому-нибудь уровню, на котором находится. Урон не прямой альфой, а урон в смысле того, что заполоняют просто одинаковые танки целый уровень. Рандом кишит одними и теми же машинами. И игра конкретно на этом уровне, она превращается, ну, допустим, в случае с Кени, она превращается на игру имени Кени. Короче говоря, мне кажется, что такой шухер может в рандоме, скажем так, организовывать и собой приносить исключительно машинка, которая дается бесплатно. Ну, либо в ивенте в каком-нибудь, либо прям совсем бесплатно выдается, просто в каком-нибудь знаменательной дате. Безусловно, те машинки, которые продаются, многие за 3 бакса еще подумают, покупать или не покупать второй уровень, кому он нужен. Ну, короче говоря, машинки, я так понимаю, не сильно продаются, а почему за них такой ценник гнут? Я, честно говоря, не понимаю, продавали бы по баксу, допустим, просто коллекционерам в коллекцию, ну и слава богу. А так, честно говоря, за 3 косаря голды, которые можно купить на эти деньги, ну, можно что-нибудь и поживее приобрести. Вообще, машинка фановая. Если бы не долгое время перезарядки, ну как, сравнительно долгое время перезарядки, то машинка была бы существенно веселее. А так, в целом, веселишься, но не настолько прям вот отрывно, как можно было бы это делать, если бы магазин перезаряжался чутка пошустрее. Что касается подвижности, машинка не очень подвижная, ну, допустим, Тетрарх, вот он катается, он, безусловно, поподвижнее будет. Но в целом, едет, да и едет. У него проблема основная в том, чтобы набрать свою максимальную скорость. Когда он свою максималку набирает, то, в принципе, машинка едет бодренько и свою скорость выдерживает. Но Викерс МК решил там вообще куда-то пострелять непонятно куда. Мы воспользуемся этой ситуацией и поедем на него. Поедем на него абсолютно браво, все-таки это второй уровень. Ну и, соответственно, на втором уровне можно беситься и делать, ну, прям все, что душеньке угодно. Время сведения, да, долговатое, честно говоря. Но, как бы, то есть, в принципе, для второго уровня, ну, вот вроде бы цифра сведения, да, там вот времени сведения. Я прошу прощения, время сведения нормальное. Разброс великоват. Но, в принципе, для второго уровня, там, где вы в основном не отыгрываете на машинах на каком-нибудь дальнем расстоянии, в основном пытаетесь бодаться лицом к лицу с противником. Но, в целом, такого разброса достаточно. А вот сведение действительно бомбическое. То есть, время сведения просто-таки божественное. Дайте мне такое время сведения где-нибудь эндок на 10 уровне. Ну и я вообще буду чувствовать себя, не знаю, богом, что ли. Короче говоря, ребят, машинка вот просто ради кайфа. Вот просто ради прикола. Не кайфа там бешеного нагиба, 670 единиц урона, 3 сделанных фрага, знак классности второй степени. И в нашей команде по урону мы занимаем, скорее всего, первое место. Да, ребята, это первое место! Короче говоря, ребят, машинка сугубо ради фана. Если вы любите какие-нибудь вот такие вот приколчики, да, вот по-другому не назовешь. Маленькие прикольчики в игре, за которые вы имеете возможность отдать, ну, существенно небольшие деньги просто на память, чтобы в ангаре стояло, и периодически выехать и поразрывать рандом на втором уровне, поверьте, Light VIC просто-таки создан для вас. На данный момент у меня все. Это был обзор на мега имбу второго уровня Light VIC. Возвращайтесь на канал. И да, ребят, поблагодарите, пожалуйста, меня за мои труды и старания. Маленькой секундочкой вашего времени, желтый шильдик в правом нижнем углу, подпишитесь на канал, буду вам безумно благодарен. На данный момент у меня все. До встречи, всех благ, всего хорошего, мира и спокойствия. Субтитры сделал DimaTorzok